Каждый четвертый житель нашего региона – это молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет. В правительстве обсудили молодежную политику Ивановской области, ее особенности и направление развития. В регионе на данный момент функционирует 250 молодежных организаций. Формы самые разные – это и кружки по интересам и реализация важных социальных проектов. В Иванове развивается сеть молодежных клубов. Один из них – Ассорте, губернатор посетил накануне заседания. В настоящий момент молодежный центр – это единая клубная сеть, состав которой входит 21 клуб по месту жительства. На их базах работают около 30 общественных молодежных объединений. Общий охват молодых людей увеличился с 500 до 3000 человек. Любовь Калмыкова департамент возглавила недавно, но пробелы в работе своих предшественников уже оценить успела. Сектор общественных объединений очень вяло развивается на территории муниципалитетов. И мы в этом году, причем общественная организация и объединение, готовы транслировать свой опыт работы и готовы проводить там мероприятия и открывать свои отделения. Губернатор предложил муниципалитетам не забывать и про КВН. По мнению Павла Канькова, шутить должен не только областной центр. Ну давайте начнем с городских округов. Кто создаст, поможет созданию КВНовских команд, подпишу отпуск летом. Кто не создаст, не подпишу. Ну это, так сказать, конечно шутка. Уже не до шуток стало, когда перешли к вопросу инфраструктуры. Недостаточно спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой и воркаутом. Отсутствует современный молодежный центр, который стал бы связующим звеном для всех досуговых объединений. Департамент разрабатывает концепцию создания дворца молодежи на базе кинотеатра современник города Иваново. Посоветовал губернатор новому руководителю департамента не откладывать в долгий ящик подготовку к международному молодежному фестивалю 2021 года. Для мероприятия подобного масштаба 6 лет в запасе это не так уж и много. Мы должны к нему поэтапно двигаться, проводя самые различные молодежные мероприятия, причем в соответствии не только регионального, а и всероссийского, и хотя бы окружного, да, ну и где-то международного плана. Мы должны завоевать свое право, вот морально завоевать, провести этот фестиваль в 2021 году. Оргкомитет фестиваля возглавит министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Первое заседание назначено уже на июнь текущего года.